На улице сильный ветер. Кошке этот ветер не очень нравится. Видно меня. В полутьме, наверное, плохо видно. Поэтому подсвечу себя. На Камчатке когда-то жил поэт Виктор Шевиков. У него было замечательное стихотворение «Вожак». Да и сам Виктор был, наверное, одним из лучших камчатских поэтов. Стихотворение «Вожак» в 80-х годах века минувшего положил нам музыку. Алёша Лысиков пел его неоднократно. Но уже давно Алёши Лысикова с нами нету. А песня? Песня, в общем-то, забыта. И на днях мы её вспомнили, её исполнила Лена Изергина. Она же в прошлом, Лена Лысикова. Послушаем песню. Помнишь, была на стихе Шевякова песня «Вожак»? Песня тогда, помню, была... Да, про собаку эта самая. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не, ну она не женская песня. Не дамская, конечно. Не дамская, но... Я попробую, если вспомню. Он служил как мог, это знает Бог. Он служил как мог, это знает Бог. Ну а если и Бога нет, это знает огненно-рыжий Бог, Облушающий белый снег. На втором или третьем году житья Он не помнит точно, как он. Вожаком признав его друзья и хозяин. Вожаком без натур, посоком и вверх и вниз. Много было и вверх и вниз. Только ветра свист, до полузьев писк, До хозяин, до собачьих морозный виск. На чаевках он гормали ждал, С мольбой нападлиц, поглядывал зло. А сегодня ведут его на убой За поиск, за село. Нет, не знаю, кто за собой виды, Вот за годом, за следом след. Правда, лапы теперь уж не так сильны, Да и зоркости прежней нет. Но среди людьми их потемневший клуб Что-то мигное в моче Снял убийца его, боевой калибр С промороженного плеча. Сдернул вашей, чтоб не мешать рука, И все так же спокойно строк. По-хозяйски свинцовый обтер жакам Перешительно взвел урок. Эх, вожак пускулил бы в последний раз Нервы и степью темных сил. Но взглянул, прищурил пружинный глаз И пощадь не попросил. Хлопнул выстрелом, рассчитанным, тяжелым И в глубине небытия. С треском рухнуло, встав на дыбы село, Где остались его друзья. Навалилась тьма с четырех сторон Больше не было ничего. Лишь дымил возле носа пустой подход Исполнитель судьбы его. Был мороз тогда по щекам наждан Фила солнца песню свою И лежал на горячем снегу вожат Как солдат, упавший в бою. Был мороз тогда по щекам наждан Фила солнца песню свою И лежал на кровати снегу вожат Как солдат, упавший в бою. Песню на стихи Виктора Шевякова Вы послушали. Теперь вас ждет еще Два эпизода. Это очередная распаковка И знакомство со старыми документами Касающимися истории Камчатки. С чего же начать? А начнем-ка мы, пожалуй, Со столь любимой нами распаковки. Эта бандероль прилетела ко мне Из города-героя Москвы Из столицы ресурсной федерации И прислал ее Замечательный русский поэт И журналист Игорь Панин В прошлом заведующий отделом поэзии Легендарной литературной газеты Игорь недавно Побывал на Камчатке Мы с ним наконец-то Развиртуализировались Как сейчас модно говорить То есть заочно мы были знакомы давно А живьем Увидали друг дружку Впервые Итак Приступим к распаковке Посылочки Всякий раз Я напоминаю Что мусорить На природе нельзя Любой мусор Нужно забирать с собой И я непременно Заберу с собой Упаковку Упаковку От этой посылки А пакедово Взрезаю Пакет Две книги Две книги Это я не буду выбрасывать Две книги лежали В этой посылке Три книги лежали В этой посылке Первая книга 101 Разговор с Игорем Паниным Здесь 101 Интервью Которое Игорь В рамках своей журналистской работы Провел с различными Людьми С кем же Эти интервью Кого вы знаете По алфавиту Начинается С Василия Авченко Василий Авченко Это Владивостокский Прозаик Очень интересный Прозаик А далее Перечень Очень известных Фамилий Андрей Битов Юрий Бондарев Владимир Бушин Виктор Ерофеев Александр Кабаков Эдуард Лимонов Юрий Мамлеев Александр Проханов В разделе не только О литературе Беседы с Чингизом Абдулаевым Олесем Бузиною Владимиром Личутиным Вячеславом Огрызко Валентином Распутиным И так далее И так далее Ну и в конце В разделе Отвечаю на вопросы Опубликованы Пять интервью Которые Игорь дал Другим коллегам По Перу Итак 101 разговор С Игорем Паниным Вторая книга Называется Чужие С подзаголовком Русские думы Здесь Публицистика Игоря Панина Посвященная Преимущественно Русскому вопросу Статьи Колонки Рецензии Заметки Игорь Панин Один из тех Немногих Сейчас Интеллектуалов Не побоюсь этого слова Которого Интересует Русский вопрос Столь нелюбимый И находящийся Чуть ли не под запретом Под каким запретом Спросите вы А я в ответ Лишь Замечу Что Обратите внимание Крымские события 14-го года Вначале Назывались Русскою весною А потом Из-под тишка В результате Кремлевских Манипуляций Стали называться Крымскую весною Лишь бы не Произносить Ненавистное Для Нонешней Россиянской Власти Слово Русской Слово Русской Нельзя Произносить В ресурсной Федерации Это фашизм Это Расизм Это Антисемитизм И гомофобия Никогда Не говорите Вслух Это Неприличное Слово Итак Игорь Панин Чужие Подзаголовок Русские думы А третья книга Уже по оформлению Видна Она Вышла в свет В издательстве Стихи И называется Я не хочу Это видеть Я уже показывал Одну Из Книг Этого Издательства Присланную Мне Непосредственно Главным редактором Издательства Аллой Поспеловой Это Книга стихов Куртуазного Маньяриста Вадима Степанцова Вот я сейчас Наугад Открою книгу И прочитаю Любое стихотворение Не выходишь из дома Пугает тоска А выходишь Тоскливо до жути Я спускаюсь К подножью Коробчатых скал Как мертвец На слепом парашюте У подъезда В облупленных Нет ни души Только урны Дочахлые липы Здесь нередко Свой диспут Ведут алкаши И сегодня Конечно Могли бы Надвигается Это не что такое Что вот не опишешь Ни жестом Ни словом Даже облако Выпитив грязный Живот Нависает Свиньей Трехголовый И свой нос Неожиданно Холод Сует мне За пазуху Как в наказание Растворился И щиплется В сумерках Йод Выжигая Искусно Глаза Мне И казалось бы В сущности Что за беда Если звуки Неясные Слышу То ли кто-то Идет по моим же Следам То ли ветер Массирует крышу Но действительно Страшно не это А то что такое Не раз повторялось Простоватая повесть Страничек на сто А какая рутина И вялость Я как будто Страницами книги Зажат путешествую В виде закладки Так и тянет сорваться И прочь Побежать И нестис И лететь Без оглядки Но теперь Я как старый Ленивый солдат Повидавший Всего Понемногу А каких-то лет Десять-пятнадцать Назад Побежал бы Помчался бы Ей-богу Я, наверное Прочитал Это стихотворение Коряво и неуклюже Потому как Текст Абсолютно Мне незнаком Пришлось читать С листа Когда-нибудь В обозримом будущем В одном из Выпусков моего Видеодневничка Я расскажу более подробно О двух Имеющихся у меня Книгах Этого издательства О книге Вадима Степанцова И о книге Игоря Панина Кстати Вот эта вот Книжная серия Издательства Стихи Называется Срез Потому что Обратите внимание В этой серии Все книги Сверху Срезаны Немного наискость Не под прямым Углом Вот такая Вот получилась Сегодня Книжная Распаковка Книжный день А я выполнил Функцию Культуртрегера Прочитав вам Стихотворение Надоело вам Слушать песни Надоело вам Слушать о книгах Хотите опять Полюбоваться Столицею Камчатского края Посредством Единственного Глаза Летающего Фотоаппарата Что ж Смотрите Показываю 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и напоследок в рамках моего очередного видеодневничка познакомлю вас со старыми документами. Обязательное постановление Камчатского областного продовольственного комитета от 16 августа 1917 года. Камчатский областной продовольственный комитет установил следующие цены на рыбы по городу Петропавловску на 1917 год впредь до изменения. Первое. За одну штуку свежей рыбы, красной, кижицы и хайко при ростешной продаже не дороже 40 копеек. Второе. За одну штуку горбуши не дороже 10 копеек. За неисполнение сего обязательного постановления виновные подвергаются ответственности по статье 29 установления о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, в редакции постановления Временного правительства от 17 марта 1917 года. Подписи. Председатель продовольственного комитета Пржевузской, член управы Ганцев. Иншаллах. Второй документ, с которым мы с вами сегодня познакомимся, это изданный 14 августа 1945 года приказ по местной противовоздушной обороне города Петропавловска. Приказ этот издал начальник местной противовоздушной обороны города Петропавловска Шабуров и начальник штаба местной ПВО Фоминской. Я прочитаю этот довольно длинный приказ фрагментарно. Параграф 1. В городе Петропавловске, поселке Индустриальном и всех населенных пунктах гор-района полностью затемнить на весь период военного положения учреждения, учебные заведения, общественные здания и квартиры, не оставляя ни одной светящей саточки. Напомню, что гор-район – это существовавший до 1949 года прошлого века Петропавловский район. Потом Петропавловский район был расформирован, а на его месте был создан Елизовский район с привлечением некоторых территорий Мильковского и кусочка Усть-Большерецкого района. Параграф 2. С наступлением темноты запретить движение автотранспорта, не оборудованного светомаскировочной арматурой. Параграф 3. Руководителям предприятий, учреждений, учебных заведений установить круглосуточное дежурство ответственных лиц на предприятиях, учреждениях и учебных заведениях. Ну и еще один параграф, параграф 7. Руководителям предприятий, учреждений, комендантам домов, частным владельцам и жильцам обеспечить полную противопожарную безопасность, очистить чердаки и лестничные клетки от всех легко воспламеняющихся материалов, установить у каждого здания на чердаках бочки с водой, ящики с песком, обеспечить для тушения пожара в необходимое количество ведер, багров, топоров и лопат, держать в постоянной готовности водоемы. Вот такой вот приказ имел место 14 августа 45 года века минувшего. Но Камчатка, к счастью, избежала японских бомбардировок. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-то новенькое о камчатской истории, если вам нравится слушать певцом ртами под гитарой и любоваться видами Петра Павловска. Ежели же вы Абрамы родства непомнящие, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите внизу под роликом, вон там, вон там, там внизу, ваши комментарии. Задавайте вопросы, я обязательно отвечу на ваши вопросы. И прочитаю то, что вы хотите мне написать. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вы сразу не захлопнули вкладку так называемого браузера, ежели вам стало интересно, и вы хотите в будущем смотреть мои видеодневнички, то сейчас для вас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, в выполнении рекомендации которой вы не будете пропускать новые видео на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться сменила свой красный цвет на светло-серый, и в ней появились магические слова, вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы, замечательно. До свидания. КОНЕЦ